всем привет сегодня небольшой мануальчик по настройке роутера TP-Link вот такого моделька называется TL-VR740N я уже его распаковал подключается он очень просто кабель провайдера в синий разъем питание кнопочку питания включаем если нужно сброс настроек вот здесь вот дырка для какого-либо острого предмета для сброса настроек держите 20 секунд и он сбросится на фабричные настройки для настроек будем использовать как обычно планшет но вы можете подключиться прилагаемым кабелем к компьютеру если драйвера сетевой карты у вас установлены корректно то все автоматически подцепится и там также в браузере вы можете настроить настраивается роутер также как и большинство современных роутеров обыкновенно в браузере открываем вру для начала нам нужно зайти включить вай фай при включении вай фай вы увидите открытую сеть tp-link которую создал этот роутер при подключении на фабричных настройках она не закрыта паролем адрес этой сети известен он в настройках прописан и прописан кстати сзади роутера открываем любой браузер в адресной строке набираем 192 . 168 . 0 . 1 и enter предлагает нам ввести логин пароль он здесь стандартный админ админ после чего мы попадаем в настройки роутера они достаточно стандартные во многих моделях встречается и повторяются выглядит примерно так же так заходим первым делом quick setup quick setup нам предлагает пройти полностью процедуру автоматизированную здесь она вполне работоспособная нажимаем next выбираем тот вариант который предлагает вам ваш провайдер у меня это ппл е но в то в этом окошке вводим юзер нэм дальше открывается вкладка настройки вай фай сети здесь вы можете придумать и свое какое-то название выбрать страну для правильного выделения каналов хотя это не обязательно на самом деле здесь желательно включить безопасность ввести какой-нибудь ключ от балды можно мобильный телефон чей-нибудь ввести желательно изменить этот мобильный телефон если это ваш и ввести значок доллара значок какую-нибудь решеточку чтобы никто не догадался нажимаем далее и нас поздравляет с тем что настройка в принципе окончена нажимаем reboot ok после чего роутер начнет перезагружаться роутер перезагружается но естественно повторного подключения не произойдет так как вай фай сеть у нас изменилась и теперь она не подключится открываем настройки смотрим на вай фай сети ждем когда роутер наконец загрузится вот он загрузился видим вай фай сеть удалить ее теперь она с защитой иначе выдал бы ошибку подключить вот теперь мы подключены к сети ждем когда вот этот значок станет синим и скажет нам о том что интернет наконец заработал можно зайти в браузер обновить страницу и так заходим еще раз настройки и видим connected значок вай фая стал синим теперь мы можем воспользоваться наконец интернетом яндекс например новости да все прекрасно работает пароль установлен вай фай настроен ppe настроена также вы можете настраивать через кабель с помощью компьютера или нетбука ноутбука также можно даже со смартфона все это настроить элементарно так как вай фай изначально открыт очень удобно присоединиться с помощью любого устройства который имеет вай фай что еще могу сказать хороший роутер простой в настройке quick setup отлично работает стоит он всего лишь 16 долларов очень рекомендую к покупке работает достаточно стабильно хотя долго перезагружается долго принимает настройки но других минусов практически у него я не нашел всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки ожидайте интересных обзоров что а и Редактор субтитров А.Семкин